А что ты делаешь? Ульяна, оставь, пожалуйста, мне чуть-чуть муки для рыбы. Любовь моя, ты же не снеговик. Ты вообще рыбу будешь кушать? Короче, оператор. Ей пока не до рыбы. Сегодня все, геть по-домашнему. Ты моя маленькая Ставрида Ёшкин, ты шо? Друзья, вот такой вот замечательный домашний бардак. Эх, ты. Ваше здоровье. Друзья, всем привет, с вами я скрип вам. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзья, ты шо у меня здесь есть? Вы кайфанете. Как вы уже догадались, по этой прунцессе будем жарить такие рыбу. В Одессе аккуратненько пошла Ставридка, ой. Катюня, там люди уже в комментариях петицию писали, отпусти ты Липова на Вилково. Ребята, спасибо вашей петиции. Я никого не держу, ты уже скажи людям, что тебя никто не держит. Да успокойся ты. Ребята, спасибо вашей петиции, никуда я не поехал. И не надо вот это вот на весь мир аккуратненько своим языком красиво врать. Ну что ты как это, ёлки-палки. Я и Вилково, и спокойно у тебя все было нормально, не седые, у тебя были волосы под мышками. Ты просто меня любишь, а я тебя. Ну так давай, любя, вместе поедем, чтоб наша любовь не треснула. Подумаем. Я за другое хотел сказать. Ну море-то вот здесь под боком. Ты посмотри, а? Слушай, а я думала, что она должна быть кругленькая, такая-то длинненькая. То камбалка кругленькая, это Ставридка. Ты что, не понимаешь, какая она вкуснячая? Она еще вчера в море плавала, сегодня уже будет плавать в нашей сковородке. Ты что, ты что? Спасибо Славику и вот этому замечательному маленькому агрегату. Славик, у тебя золотые руки, я вообще не знаю. Ты патентовал вообще вот это то, что ты придумал или нет? Не успел еще. Столько людей уже мне, тебе скидывают фотографии. Люди, ребята, я вашей фантазии не перестаю удивляться. У меня с ней все полный порядок. Ты что, люди на ней и кукурузу жарят, и картошку запекают, и бекон сушат, понимаешь? Перчик пекли. И перец. А что тебе надо для счастья? Один хороший перец положил сюда рядышком баклажанчик, все, сиди переворачивай. И корочку себе сделал, и шикардос. Гренки, в конце концов, делают. Я вообще думал, что это для кофе и не больше. Ну, потом уже здесь пожарил я картошечку. Потом пожарил там на барахолке у Славика Карася. А сейчас хочу сделать приятно. О, пчелы слетаются. Значит, что? Натурель. Загадывай желание. А ты, по-моему, рендануть забыл. Ёлки-палки. Ты что? И-а-а. Ю-ху. Да ты что? Остановите меня. Вот это звук. А ну. Господи, боже мой. И где ты такой взялся мне? Скажи, пожалуйста. Из рынды выпал. Умыть тебя. Солнышко, иди сюда, воды нет. Вода закончилась. Отряхни сначала, наверное. Нагнись. Сухим, отряхнись. Не, ну ты не избивай себя. Давай ручки. Или точнее, нагибайся. Нагибайся. Вот ты звезда моя. Закрывай глазки. Ой, на голову зачем? А как ее отмыть вот это вот? Все. Дальше лучше будет, правильно? И шо? Ты, скумбря. Ай-яй-яй. Аж облака. Отражаются? Ух ты шо. И листики наши. Э, подожди, я сейчас обращаюсь ко всем этим оставшимся в живых. Соберже, Пикассо, кто там из вас остался. Ребята, никому еще в голову не приходило зеркальное отражение нарисовать в картине, а? Думаю, что приходило. Серьезно? Конечно. Ребята, извините, отбой. Нет, ну снимаешь, может, и не одна. А додуматься до этого, может, и я один такой. А стройку покажем? А? А че ж нет? Это идейки. Просто балдеж. И стройку покажем. Смотри, как я уже подстриг. Та не вздыхай ты, Алёночка. Посмотрите, как я ношу. Бедная, бедная моя. Вербочку. Ивочка. Вербочку. Подстриг. Правильно. Ты шо, шикарная вещь. Обалдеть будет. Ты кайфанёшь, что из этого получится. Вот, запомним мои слова. Потом лет так через два года. Отмотаешь, посмотришь это видео, что я тебе говорил. Будет вот такой огромный зонтик. Красивейший, необыкновенная шапка. Только куда ее посадить, кстати? Подумаем. Ох, там, сажай, не хочу. Ты думаешь? Надо каждому растению свое место выбрать. Смотри, что мы у Алены тут вот договорились. Кому нужна такая, пишите Алене, звоните. На самом деле, она сиреневая. Я вообще, я-то долго говорить не буду. Эксклюзивные растения, включая секвою, которые питались динозавры. Это все к Алене. У нее столько всего, что обалдеть. Ты постоянно эту нашу гортензию. Ты помнишь? Ага. Какая она шикарная. Фикусы здесь ожили, пришли в порядок. Все, что хочешь. Я думал, что этим фикусом вообще уже гайки. А им здесь очень даже хорошо. Мы когда жить здесь начнем, я у тебя тоже обрасту. Все будет нормально, ты увидишь. Это и так у меня обраст уже хорошо. Прямо за цвету. С жирочком там. Ты хочешь что, показать, как Сережа? Ребята, спасибо огромное за ваши эмоции, потому что я вижу, что потихонечку с нами радуетесь. Сейчас оператор покажет, что у нас уже в ванной. Почти уже можно мыться и даже смывать за собой. Только надо унитаз прикрутить. Хорошо, я хочу поставить рыбу. Пусть она жарится. Сейчас, на одну секундочку. Раз-раз, туда-обратно. Хорошо. Давай, пошли. Олечка, Запорожье. Посмотрите, какая у нас красота. Благодаря вашей маленькой-маленькой веточке. И оказалось, самая долгоиграющая. Ты видишь, как она красивая мраморная. А сколько бутонов. Она прям цветет все лето, ты видишь? И без остановки. Шикардос. Аж стихи в голову лезут, слышишь? Абон, дай посидеть тебе. Я вообще не знаю, что там растился. Не слишком ли тебе хорошо? А я аккуратно напоминаю, как это? Или даю понятие. Ребят, спасибо, Артур Джан. Теперь наши ребята, которые помогают нам по стройке, будут кушать сидя. Свершилось. Спасибо вашим комментариям. Дошли до боженьки. Елки-палки, ты что, там такие дебаны, их надо пропылесосить. И будет шикардос, ты что? Теперь все условия. А про стихии я не вру. Присядь. Ну, у тебя муза приходит? Да. Хоть бери, да записывай. Катюнька. Я даже не знаю, что ей надо этой рыбе, наверное, вообще ничего. Ухо, она и вкусная. Ну да, только посолить, в принципе. Я и так-то не сильно ей балуюсь специями с этой рыбой. Тут вообще даже лимон не надо. Боже мой, как она пахнет морем. А? Балдеть. Дома это таки, да. Я вообще хотел за рыб... Что-что? Что ты их так лупишь, эти рыбки? Муку сбиваю. А зачем ты там была? Горит-то не рыба, горит мука и масло. Чтоб дольше прослужило, надо просто сбивать муку. Я тоже буду кушать рыбки. Катюша, ты что, наказанная, конечно, будешь? Ну, немножко наказанная. Кто тебя наказал? Сама себя. А, ребята, не берите в голову, ты сейчас опять-то что-то из себя там овечку делаешь, бедную. Диета у нее, села она на диету. Или как это? Или стала на правильный путь. Как правильно сказать? Или долой потолстение и лишние килограммы. Работаю над собой, Сережа. А, комментарии перечитала. Она из этой хочет стать вот такой вот. Нормальной. Что такое, какую-то ерунду, говоришь? Какие комментарии я перечитала? Ну, там тебе пишут, что мы видели его бабу на базаре необыкновенных размеров лошадь. Да, а мне не попадался такой комментарий. А то я, наверное, бы волосы на голове рвать стала бы. Все бы вырвала. Че и лысая бы стала. Так я за тебя, знаешь, как комментарии там отвечаю? Посмотри. Красавица что? Волос уже нет, елки-палки. Каждому свое. Вот-вот. Главное в душе быть человеком. Любой комплектации, да? Хорошего человека. Должно быть много. Это да. Так. Что, все что ли? Ну да. Ты видишь, как жарить печкой, елки-палки. Только начал уже все. Катюня, слышишь? На запах уже гостей пришли, елки-палки. Проходите. Здрасте. Что вы аккуратненько в кадре, так что? Здрасте. Серега. Ты что? Это вот? Сбылась моя мечта. Волшебники, елки-палки. Приехали оператору делать приятно. Пока я буду рыбу жарить. Люди, которые занимаются печками. Как в этом инстаграме у вас называется? Фамильный огонь. Фамильный огонь. Мы уже были у вас разочек в гостях. Видели вашу дочку. Ты что, такой шикардосный. Мы там уже одну приметили. Так что сейчас сделайте доброе дело. Угомоните ее так, чтобы она уже получила удовольствие на веки вечные. Я постараюсь. Да? Все, а я вас рыбой угощу за это. Ты что? Катенька, давай я тут буду кувыркать. Иди туда, покажи людям, где ты хочешь, чтобы у тебя там была печка. И заодно покажу. И будет тебе счастье. Да. Я как раз рассказываю Алексею, что я подумала, что это, наверное, не совсем рано, но и не совсем поздно. Потому что я все время хотела их пригласить. Может быть, дырки в таких стенах. А ты знаешь, как получается, что боженника раньше времени тебе никого не посылают. Вот когда уже дошло дело до этого, тогда уже можно. Короче. Но Алексей говорит, что мы как это, не в самый последний момент заскочили. Это хороший момент, когда еще можно поставить что-то. Можно сделать отверстие, оно не повредит отделке. Короче, в трех словах. Я контакт, как всегда, под видео оставлю. Сейчас все узнаю, распытаю, телефоны. Ребята занимаются. Камин, то твоя ерунда. Это печка, это все барбекю-зона. Они этим тоже занимаются. Короче. Сами из Херсона. Печники имеются. Делают свое, знают. И расширяют филиал. Теперь еще Одесса. Печку выберут, дырку сделают. Все, чтобы у тебя была тяга и не курил. Да и что, у Липова дома мама дорогая. Согласился? Ну, уже стыдно. Было морозиться. Я говорю, я ушел рыбу жарить с твоей печкой. А может быть тоже блок. Думаем, как сделать дырку, чтобы провести трубу. Я вас поснимаю чуть-чуть, Сережа, не пугайтесь. Как мы тут решаем, что мы делаем. Так, я еще помещение сниму. Идемте, может я вам еще что-то расскажу или подскажу. Да, за печку разговариваем, Сереж. А на пол вы ее... А она на ножках, да? Поэтому на пол можно ставить. Да, 22 сантиметра можно. Все? Ну, в принципе, печку. Все. Сколько по времени занимает обычно? Монтаж с вашей высотой это 2-3 дня. 2-3 дня. Так. А потом вы запускаете их? Делаем тесты в этот... Обязательно. Все должно загореться, все должно красиво быть. Должно быть эффективным. А в принципе, можно вот этот монтаж сделать, если вдруг с каким-то временем нужно будет поменять печку, труба эта подойдет? Да, она все взаимозаменяется. То есть, основная труба остается, печка, ее можно отставить. Поставить другую? Без проблем. Все. То есть, вы делаете под ключ? Да. Заказали печку и все у вас можно? Можно. Да, заказать монтаж. Классно. Спасибо. Мою мечту осуществляете. Благодарю. Не проблема. По трубу обрезу. Нет, но это не правда. Я имею в виду, там не будет добавляться 2 сантиметра. Там где-то, ну, сантиметр местами должен быть. Просто учесть изначально этот сантиметр? Да, да. Мы будем учитывать. Учитывать тот момент, что поднимается сантиметр. Потому что пол как бы неровно. Вот здесь под кухней самая высокая точка. То бишь, если я там начну ложить, то у меня здесь вот есть слоя. Ну, даже если там поднимется выше, то труба подрезается. Там ничего. Я же говорю, там чего я спросил, потому что там плюс-минус. А там выход из печки сверху идет? Сверху. А мы можем ее сделать длинненькую и потом уйти углом. Наверное, так будет красивее. В уголе так и так будете? Просто или метр, или же там полметра. Ну, посмотрим, да. Мы прикинем визуально, чтобы было красиво. А так по функционалу там не имеет значения. Какую высоту поднимать колено. А окошко это визуализирует огонь? Не слишком оно маленькое? Не, ну как. Оно не такое большое. Это ясно. Но для этого помещения... Вполне достаточно. Это гармонично. Потому что потолки не так высокие. И у вас акцент это как бы... Декоративное больше. Для этого вполне... А за ней ничего не надо? Надо, Сережа. А вот это ты положим, который я вам показывала. Это не плитка, любой материал. Там ничего такого. Ничего, мы его положим, будет все красиво, Сережа. Просто клей взять, который... Не, ну, не надо. Будет эффект мрамора. Я же не мраморщик. Ничего. Все у вас получится, Сережа. Надо отполировать по-любому. Он же весь... А, Сережа у нас просто... Ну а как? А что? Положить просто так? Тогда попросите рому. Нет. Это ставить там получилось. Берите, угощайтесь. Это уже горячее. Бейте, кушайте на пол. Серега, иди попробуй ставить. Угощайтесь. Братья, угощайся, потому что он больше шахаряшинку. Бери все есть. Я вам кофе сварю, надо подождать. Мы опаздываем, нам, человеком. Да, тогда бери с собой. Вы там все нормально увидели, да? Да. Не сложно? Нет, все, слава богу. Для нас все. Паранг, элементарно. Ничего такого. Все, а вы когда ее желание угомоните, я уже определюсь здесь, где у меня будет стоять тоже маленький монарчик. Такое всегда. Да, 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 какая-то барбики-жон. Так я сюда. С вами еще раз поговорю. Да, легко. Получились? Жена, да? Она первая попробовала, пока еще не расстроила. Но накормовала? Ну, как карбушь правильно, масочка, температура, все как надо. Я сегодня скинул в YouTube, вот этот ваш ролик. Я сегодня делаю. Я еще вечером продегустирую. Вашей жене огромный привет. И всем женам, которые хотят, которые хотят повторить. Даже вкуснее, по-любому. Ну, да, допустим, бычок. Ну, я ем, мне плохо, ну, я ем, а мне плохо, но я его все равно ем. А его ты не можешь остановиться. Это как из тавриду. Можно, кстати, килограмм себя уронить, а может быть два, а может быть больше. Ее же как семечки, елки-палки. Это как-то моя мама в молодости нажарила мойвы. И ела, ела, ей уже плохо. Короче, скорую помощь вызывала. Серьезно? Ну, так вот, чи шо? Плохо стало, да. Не мало остановиться. Ну, мы постараемся до, как это, до скорой помощи остановиться. Но очень вкусно. Очень, да. Это, ребята, кто знает, что такое свежая таврида, берите ваш обморок. Это, блин, это не передать. Насколько она ароматная. Смотри. Я говорю, пчелы слетаются. Э, это же не виноград. Педант, Сережа. Вот, понимаете, я вот там с вами стояла, разговаривала. Вы говорите за этот мрамош. Его надо подпилить под это самое. А я стою, я не могу слова вспомнить. Хочу сказать, что Сережа у нас педант, а у меня крутится в голове, я не могу. О! Мрамор, что он должен. Да он, может, там и не мрамор, там непонятно что. Да нет, он мрамор. Вы думаете? Ну, посмотрим. А я не понимаю, что вы говорите. Мы говорим о плитке. Мы там стояли, общались за ту плитку, которая у нас уже есть. Дабы не покупать. Можно же туда и мрамор тот, типа, приклеить. Я... Ничего, ничего, говори. Я просто был у ребят в инстаграме, фамильный огонь. Блин, молодцы, слушай, такие камины там исполняют, ну, уровень. Да, они угловые делают. Знаете, как вот так вот идет колонна, вдруг угловой камин. Делают посреди комнаты тоже такая, как колонна. Внутри такой прямоугольный камин. Вообще, конечно, супер. На любой, на любой раз... Ну, я так понимаю, что они просто фирма, которая, у которых можно купить, печь и заказать монтаж. Помимо этого, они еще лепят сами. Вот ты не хочешь то, что есть наличие, ты говоришь, вот я хочу, чтобы это стояло. Вот такая, да. Прямо золото. Ага. Непередаваемая красота. Трижно-карасяне не очень, а для ставлитки то, что надо. Щипчики. Да, переворачивалка. Слышишь, вот я одно не могу, этот... Вот я привыкну когда-нибудь к этому, как благородно готовит эта печка. Тихо, потихоньку, без хипиша, а? Вот чисто кайф. Катюня, снимаешь? Симаю. Симаю, моя хорошая. Ешкин, ты кот. Короче, смотри. Ты хотела домой пойти плитку показать? Да. А еще не показала? Я иду. А я? Ну, пошли вместе. А я такой голодный, как плитка в океане. А ну-ка, развивайте, иду, я все посмотреть. Ну, идем. Быстрее, пока у меня там рыба не сгорела. Ребята, добрый вечер, вечер в хату. Что там, можно? Ай-яй-яй, лисей. Пипец, Серега, ты, блин, волшебник настоящий. Ты посмотри. Ребята, мойте ноги и заходите сюда аккуратно. И шо? А? Видишь? А я вижу, я в шоке. Каждый день все лучше и лучше. А обалдеть, как мы здесь будем жить. А шо тебя смущает? Я не знаю, что заходить сюда. Сильно белая или что? Или сильно красивая, что? Как идиоты два раза улыбаться, прежде чем в туалет сходить. Это радость посмотри какая. Ну, шо ты там уже намастерил себя, ты видишь? Шо? Знаешь, наклеил. Ну, Катюша, технология такая, я не знаю, что. Я не знаю, что. Оператор? М-м. Слышишь, а у нас что, тут одна только лампочка будет? Нет, там еще где-то Рувин должен найти светильнички. Я всего лишь спросил, у нас одна лампочка будет или поярче будет? Раз, два, три, и там, по-моему, еще три. Шесть у тебя лампочек будет. Все. Все разглядишь. Все волоски из носа сможешь спокойно выдрать. Это ты выдрай, елки-палки, я нормальный парень, у меня, знаешь, какие волосы длинные в носу, обалдеешь. Ты шо, Катюня? Шикардос, тебе что-то видно? Ну, видно. Я знаешь, кого сейчас я себе как будто бы напоминаю? Кого? Вот эти, что тюлени в сырке, знаешь? Рыба так удерживает. Ребят, а что бы я как это на вас посмотрел, когда вот такая прелесть в руке? Росомаха. Боже мой. Рыбная. Это счастье. Хочешь? Нет, спасибо, я уже покушала, пока ты тут добрался до нее. Дети ушли? Ага. Идем тебе волосатого покажу. Кого? Да не пугайся, иди. Что ты тюкаешь? Посмотри, какое наливное. Заразовел уже. Да ты шо, красавец, такой же пипец. А рядом малина, ты ба? Ха-ха, класс. Короче, друзья, имеем такое счастье. Чего я вам желаю? Будьте нам здоровеньким. Для вас идет всей души с прошлым состоянием. Жарил ставритку. Жарил ставритку. И водил в гости каких-то интересных каминщиков. Одесский план. Всем пока-пока. Чао.